привет всем кто зашел на наш канал хочу поделиться своим рецептиком если вам понравится ставьте лайки пишите комментарии отвечу на любые вопросы кем если будут вопросы кем что я хочу сделать я сегодня хочу приготовить кашку рисовую которую нам готовили в детстве в садике бабушки мамы моя любимая такашка это рисовая с изюмом сходила купила рис мы делаем как длинным рисом так и с круглым поэтому я не вижу никакой вообще так вот берем рис и берем изюм изюмчик вот изюмчик у нас есть сейчас я все отмерю изюм надо замочить и рис промыть возьмем нужное количество кому сколько надо я буду варить ее в мультиварке поэтому делаю расчет на мультиварку который у меня есть и сколько мы съедим есть эту кашу у нас вся семья поэтому надо сделать побольше так все мы кастрюльку установили сразу туда водичку рис изюм соль сахар по вкусу я добавляю крышкой закрываем все закрыла и устанавливаю я на функцию плов вот у меня стоит плов так ой нет нет это у меня был подогрев вот все поставили плов время становится автоматически нажимаем старт все то есть там уже запрограммировано время для плова и вот прямо она у меня готовится точь-в-точь не подгорает ничего мешать я один раз один мешаю уже перед тем примерно я уже знаю по времени сколько она готовится и буквально там за 10-15 я открываю крышечку помешала и добавляю сливочного масла все все мама уроки получил больше не было поэтому потому что сказали закончить урок один урок заканчиваешь там у тебя следующий урок у тебя несколько уроков постельку мы не заправили смотреть не надо так занимаемся вот домашнее задание раздистанционное у нас обучение мой такая штука неудобно господи лучше бы в школу ходил это другое ладно все давай занимайся но мы ждем кашку я потом покажу что получилось так ну что ребятушки уже запах пошел давайте будем смотреть что у нас там папа смотрим какая красота так вот у меня есть ложечка специально смотрим вот она какая получается сейчас мы ее размешаем с рисом перемешаем добавим маслица и закроем и оставим на подогреве еще буквально минут на 5-10 чтобы маслечко взялось из в эту кашечку и потом я вам покажу уже точный конечный результат так ну что у нас время пора попробовать кашку нашу которая сварилась ванечка буш кашку ручки помол все иди накладывай накладывай ты кашку кашку себе и сейчас мы будем открывать кашку нашу ложечкой вот этой пластмассовой мы накладываем а вот это да нажимаем давай посмотрим на нее как она выглядит ты сделал как я посею видишь маслечко растаяла она такая вкусная получил масляная да ну-ка помешал ложечкой как получилось аккуратненько со дна да вот она видишь какая рассыпчатая как в садике нам давали такая же вкусно теща и я то что нам не в садике давали это была любимая еда моя это гороховый суп и борщ потому что борщ в садике очень вкусно всем он нравился да что вы говорите прямо в аптеке а дома почему мы не едим борщ потому что когда в садике было лучше не ясно не ясно ну все хватит давай перемешивать уже накладывай себе в тарелочку тарелочку поближе что мы делаем что мы делаем нет мы этой ложечкой кушаем нет мы накладываем белой ложечкой да потому что дно портится у кастрюли и чтоб не портить есть специально для этого ложечка давай закрывай бери ложечку и попробуй кашку и скажи пожалуйста как тебе эта кашка ягода вкусная ну ягода конечно лучше всего маму получилось ягоду приготовить да а чё ты чавкаешь у меня же это в зубу хрустанула вот она верно семечко из зима попалась поэтому не надо баловаться сидеть за столом а сам то чё по мне вкусно семя сладкую я не люблю а я люблю ты конечно любишь я знаю а это как это в меру приготовлено да и очень мало очень мало сахара если учитывать то что ты на кружку маленькую ложишь три ложки сахара конечно это мало бог ну в общем ванечка давай тебе приятного аппетита поворачиваемся прямо садимся за стол ножки поворачиваем они сидим как это за гигулина а это что этот машина рубашечки отвалилась зачем отсюда зачем нельзя было сесть приятного аппетита вот он вот и дырка всем привет всем привет кто зашел к нам на канал всем привет всем привет кто зашел к настроение заметного почему потому что мы закончили приходу ремонтировать наконец ну как совсем не совсем надо вот еще потолок но делать самое главное основное это вот это мы наконец-то сделали у нас получился ткан красота не просто нереально красота вообще мужчинка делал нам недорого вышло самый оптимальный бюджетный вариант ремонта штукатурка скотч и краска но у нас еще были стены вот здесь вот неровная фотографию поставлю потом увидите вот а сейчас у нас все так ровно все у нас так красиво все так просто дома в общем вот наклеили мы так это я со своими лишними весами обои клеила самолично с ребенком со старшим вот так вот это не выглядят я надеюсь что вам понравится это еще не совсем все потому что я говорю у нас вещи валяются по всей квартире у нас еще не все доделано то что задумано но прихожая вот все вот стенки готовы пол готовы линолеум постели здесь у нас молодец поздравляю очень рада за тебя хватит уходить вот и что у нас осталось у нас осталось вот это потайная дверь за этой потайной дверью как вы думаете что здесь у нас вход в маленькую комнату вот он как вы видите вот так вот видите вот так вот видите короче вот почему у нас вещи вот эти вот все валяются видите вот вещи валяются у нас вот вещи валяются вот этот вот склад вот этот весь склад вы не поверите откуда он отсюда да здесь у нас будет кладовка когда мы заехали там вообще было так ужасном состоянии вот приходил молодой человечек вот составил нам такой вот экземплярчик будет вот так я надеюсь честно слово что это будет выглядеть вот так до этого было это вообще ужасная комната ужасная комната откроем посмотрим что нам сделали ну тут у нас естественно самые большие вещи которые ну уж совсем никуда не годны чтобы в комнате валялись и пылесос которым мы вообще не пользуемся потому что вам нечего сейчас пылесосить это заготовки для туалетной двери потому что туалеты с ванной у нас совместные там тоже ремонта нет вот что мы здесь подготовили для шкафа свет сделали мы тут свет лампочку сделали потолок стены пол вот это все так вот ровненько у нас просто чисто под покраску все под краску видите это у нас все покрашено выровненно стены я надеюсь тут вообще все было сломано таки трещины по всем стенам краска и звездка ну в общем все как обычно как всегда у всех бабушек дедушек и вот нам сделали вот так на пол пол у нас здесь были доски мы прикрутили сюда фанеру постелили на доске фанеру на фанеру постелили линолеум и 0 но я считаю что для шкафа прям доска выглядит вообще шикар в общем будем смотреть что там дальше получилось получится если вам интересно оставайтесь с нами заходите к нам на канал вот так вот смотрится со стороны наше прихожие вот так вот интересненько беленько светленько вот эту кодовочку оишь колдовичку говорю прихожую маленькую вот эту я хочу продать и купить здесь вот такой вот поставить тоже камень и комодик мини комодик с выдвижными ящичками вот потому что там у нас обувь лежит но раз у нас сейчас будет шкаф там мы все туда уберем и нам это ни к чему вот это вся наша реализация вот это вот все наше безобразие я хочу поставить вот сюда сделать полочку которая будет вот так вот на угол здесь меньшая часть здесь большая часть вот такая как бы под углом закругленную вот не знаю посмотрим что осуществят работники мою мечту или нет будем ждать результат а вы подписывайтесь на наш канал поставьте лайк нажмите на колокольчик и подпишитесь на наш канал так это второй раз на всякий случай ну что всем пока пока всем пока 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 пока